Хе-хе, всем привет, чуваки, с вами Сноубэмби, в этот раз мы DCS World, компания 10 штурмовик для 10С и седьмая миссия. Итак, сегодняшняя наша задача это уничтожение вертолётной базы противника, которая была обнаружена в ущелье неподалёку. Ну и поскольку оставлять в тылу базу противника это не есть хорошо, наша задача и будет её уничтожить. То есть её даже место сейчас, где она расположена, точно неизвестно. Нужно будет после третьей ППМ начать поиск базы и после обнаружения уничтожить её. Кстати, поехали. Сначала посмотрим другие страницы. Внушительная загрузка у нас опять же. Днепр, Днепр, 3-71 ИПМ с курсом 130 на 1500. 3-71, понял, 1500. Я на то же КПМ подхожу сейчас, надо будет докладывать. Днепр, 110-й прошёл ИПМ с курсом 100, 1200. 110-й, понял. А, помню, эта миссия, она такая, не сказать, чтобы сложная, но интересная. Всё дело в том, что эта база, она находится в ущелье, которое ещё и тупиком заканчивается. Поэтому там нужно думать о том, куда ты будешь выводить самолёт из пикирования. 6-200, а об этом не подумаешь, ты скорее всего выведешь с носом его в гору в какую-нибудь. 2-й, облучение земли, 1 час. Сейчас повыше заберёмся чуть-чуть. Днепр, 110-й прошёл 3-й ППМ, 3000. 110-й, понял, начинайте поиск. 110-й принял, начинаю поиск. Ну, давайте поищем. Как видите, ППМ-то в воздухе находится. То есть примерное местоположение только известно. Сейчас, давайте, вон там. Блин, на тебе просадки FPS, конечно. Это же какая-то деревня есть. Давайте туда опустим TGP. Поглядим, что там. Имеется. О, как раз вертолёты там. Так. Удаление, 1, 7. Вот, Avenger. У него марклоин поставлю. Ставры, обнаружена цель. Бради техника, 11 часов. Удаление, 1, 6. Заворачивать. Сейчас заложим. F10, F1. Днепр, 110-й. Цель вижу. Пара вертолётов и автомобили. Разрешите работу. 110-й, работу разрешаю. Давай. Все отработаем. Также вдоль этого ущелья. Вообще, довольно интересная миссия из-за того, что цель как раз в ущелье находиться, и нужно думать, куда ты выводишь, блин, чтобы в гору не вывести. Так, сейчас еще настрою. Забыл совсем настроить. Острел ОТЦ. Что там, Avenger, все дела. Так, CCIB. Майверик. Давайте разворачиваемся. Гнепр, 371-й, работу закончил. Главное, выключил. Отход. У меня, блин, самокрафт тяжеленный. Но из-за того, что у нас две огромные бомбы. Mark 84, блин. Надо будет их сбросить на голову противника нашего. Сейчас самоверик. Наводим. Сейчас нос самолета на цель. Мы помним уже из прошлого нашего видео. Желательно так делать, теперь и че. Так, захват. Пуск. И отворот. Знаете, на всякий случай еще отстреляю ОТЦ. Что там, мало ли, ПЗРКшники еще внизу сидят. Наш, блин, ведомый там летает, конечно, как у себя дома. Но если он фонарики отстреливает, значит, еще есть один Avenger или один ПЗРКшник. Потому что, если честно, подзабыл тот миссию. Когда я ее проходил-то в последний раз. Года два или три назад, уже не помню даже. О, кстати, ПЗРКшник стоит. Он тебе сразу марк поет на всякий случай. Чем тебе? Эти нарами. Зря я их вожу, что ли, эти нары с собой. Ну, с пары миль его обстреляю. У меня очередь из десяти наров стоит, и че. Ну, хотеть должно. Тогда он меня обстрелять может ими. То есть не ими, а своим стингером. Или че у него там? Ну, я сейчас тягу даже не сбрасываю. Ну, не очень удобно то, что исчезает этот ромбик иногда. Опять же сделано для того, чтобы ей перекрытия не было. Давайте в вторую очередь, да? Мне кажется, чтобы пять ворот. Вот. Чувак отдохнуть прилег там. Хе-хе-хе. Если кто на TGP видел, как что нары попали. А вторая очередь, это так, как говорится, что, может, наверняка, заодно, может, еще что-нибудь накрыло ими. Ммм, сейчас-то, надеюсь, никого там нету способного обстрел по воздуху вести. Че, ведомые фонарики стреляешь? Нет? Ну, значит, там никого нету и с ПЗРК, и Авенджеров. Хотя бы одна польза отведомого. Вон там, ПЗРКшник приуныл. Немного. Давайте сейчас посмотрим, куда мы же наши бомбы сбросили. Север, 371-й, излучение из земли. А-97. 371-й, понял. Цель ваша, работайте. 371-й принял. Работу разрешили. Блин, перекрыто все. Экс, давайте этот хаммер, блин, обстреляем пушкой лучше. А то, наверное, в толку-то. Минимал не буду сильно втыкать. Потому что мне еще выводить надо будет. Огонь. И вывод. Могут обстреливать по мне. У нас, наверное, на 10-м они хороши только, блин. Он нарьяривает уже по мне. Только, блин, при обстреле ПЗРК, пехоты с ПЗРК вернее. Удаление от 160. Ну. Вот, по бронецелям. То есть, упала там, блин, ракета от него. Левее, правее, блин, в двух метрах. То никакого особого урона этому хаммеру и не наносятся. О каком прямом попадании с нарами мы вообще можем говорить. У них разброс это, блин, ё-моё. Там, кстати, еще один хаммер стоит. Как вам такое? Ай! Блин, мстя была страшна, как говорится. Да хорош там! Наяривает по мне. Хе-хе. Они такие жесткие, капец вообще. Я вообще не помню, когда они в последний раз какой-нибудь компании пробивали, блин. А тут он наполучал дырок лишних себе. Не шутите с камерами, как говорится. Интересно, кто еще, по мне, мог настреливать снизу. Я вам, кажется, еще один хаммер, кстати, вижу возле речки. Угу. Действительно вижу. Надо запомнить. Ну, тут он тяжеловато с этими камерами. Потому что маневр и уклонение ограничен. Поскольку я могу уклониться, надо так хорошо, что в гору воткнусь, блин. Что не очень хорошо. Интересным заданием, что эти горы довольно сильные. Я же сказал. Мои возможности ограничивают тут. Это, наверное, сначала камер вынесем. Правильно? Хула, хула. Сыганя. Теперь у меня угроза ничего не причиняет. Кажется, камера такой, блин, плотный зенитный огонь устраивают с земли. Вон, четыре хаммера, получается, в общей сложности. А шьют они как не хуже шилки своей толпой, блин, по мне. Вон, тут крыло прострелили. Там вон крыло прострелили мне. Угу. Он хоть А10С, он живучий, просто немеряно самолет. Хотя, чтобы А10С уничтожить, ему нужно, блин, крыло отстрелить. Или оба двигателя выбить. Что на одном двигателе может неплохо летать. Спокойно. Хула, хула. Так, я вертолету из пушки. Убанем как следует. Он развалился. Хула, хула. Хула, хула. Нужно Alerts, хула. Хула, хула. Альтитюд, альтитюд. Хотя бомба для работы в горах это не самый лучший вариант у нас, конечно. Палат! Палат! Ничего не сброс, я не понял. Нажал сброс. Не ушла вроде. О! Тут палатки накрыло. Хотя все равно пара палаток осталась. Подумаешь, всего-то 500-килограммовая бомба взрывалась в поле метров от палаток. Правильно, зачем им сноситься-то? Ну уж оставим эту модель повреждения от бомб на совесть разработчиков. А в принципе, задачу здесь выполнил уже. 10, F1, доклад о уничтожении целей. Днепр, 110. Работу закончил. Цели уничтожены. Отход. 110, понял. Отход к пятому ППМ на 2000. 110 принял. Отход к пятому 2000. 110, отставить! Возврат к четвертому! Отставайтесь там! Мы под ударом! 131, курс на сутку. Множественные цели. 131 принял. Днепр, поднимайте вторую двенадцать. Черт, не успеют! О! Там, блин, Экшон пошел во все. 7 полсотни первой. Количество целей. Днепр, 7 полсотни первой. 7, 8, до десятка целей. 7 полсотни первой. Свяжитесь с Москвой. Они уже должны быть где-то рядом. 7 полсотни первой. Принял. В связи с Москвой. Второй. Днепр, 131. Начинаю атаку. Я в захвате. Ухожу от ракеты. Днепр, 7 полсотни первой. Москва на связи. Передаю цели. Отведите 131. 8 часов. 7 полсотни первой. Принял. 131. Отход к третьему. Москва начинает работу. Я уже откажу. 131 принял. Выхожу из боя. А, нет. Это 131, я 150. Лэй, мать! 133 сбил. Кто-то пультировался. Никто. Это шерковато как-то. Во, меня кто-то облучает усилий на кстати. Сейчас в горах приныклимся от него. Я просто из этой каши, блин, понять не могу, кто, блин, союзник, кто противник. Второй. Облучение. Восемь часов. Второго там вообще облучают, блин. Нет, конечно, не радует совершенно. Днепр. 7 полсотни первой. Наблюдаю поражение целей. Осталось две отметки. Уходят курсом 15 со снижением. 7 полсотни первой. Принял. 131. Доложите остаток. Днепр. 131. Топливо. 3200. Оружие только тепловые. 131, понял. Оставайтесь на третьем. А я чё... Гогот прятаться буду, блин, у врагов. Полат, полат. Вообще там тесно... Днепр. 110. А. 110. Вам возврат. Работайте с посадкой с прямой. 110. Уж забыли про меня, блин. 110. Посадка с прямой. Я тут приныкался, блин, в этом ущелье. От греха подальше. Взлет по готовности. Район 24, квадрат 16. Взбит летчик. Комар работает. Вам поиск и эвакуация. Днепр. 214. Принял. Район 24, квадрат 16. Поиск и эвакуация. Второй. Занимаю строй. Второй. Занимаю строй. Второй. Занимаю строй. Второй. Занимаю строй. Ну вот как-то так, и всем спасибо, всем до свидания.